Глава государства дал старт работе транспортно-логистического терминала в городе Сиане. В торжественной церемонии Хасамжумар Тукаев принял участие в формате телемоста. Терминал в самом крупном сухом порту Китая построен по договоренности лидеров двух стран. Он соединит китайский город Шэньси с Казахстаном, Центральной Азией и далее с Европой. Для отечественных экспортеров это новые рынки сбыта, сокращение сроков доставки грузов и самое главное усиление позиций Казахстана в качестве надежного транзитного хаба в Евразии. Это проект запущенный в рамках глобальной инициативы «Один пояс, один путь». Казахстан полностью поддерживает инициативу, о которой председатель Си Цзиньпинь объявил в 2013 году в нашей стране. Благодаря этой инициативе строительство центра было завершено в кратчайшие сроки. Все это результат успешного партнерства между двумя странами. Данный проект придаст новый импульс развитию транскаспийского международного транспортного коридора, а также укрепит торгово-экономическое сотрудничество в Евразии. Также глава государства открыл инновационный центр, созданный совместно с КТЖ и Хуавей. Это своего рода мозг проекта «Умная железная дорога». Отсюда идет управление пропускной способностью железной дороги, оптимизация расхода топлива, подконтролем, безопасность движения поездов. После ознакомления с цифровыми решениями президент также встретился с ветеранами отрасли и обсудил с ними перспективы развития железной дороги в стране. Отечественная железнодорожная отрасль должна безотлагательно включиться в цифровую гонку. Определенный задел, как мы сегодня увидели, уже имеется. За счет ускоренной цифровизации нам предстоит в самом ближайшем будущем значительно повысить эффективность перевозок и оптимизировать расходы. Это придаст мощный импульс развитию не только транспортно-логистической сферы, но и всей экономики. Важно, чтобы IT-решения не внедрялись разрозненно, а комплексно дополняли друг друга, создавая единую цифровую экосистему. Субтитры создавал DimaTorzok